Зарница – так называлась пионерская военно-спортивная игра в СССР. По официальным данным, она была организована в 1967 году. Игра представляла собой имитацию боевых действий. Пионеры делились на команды и соревновались в различных военно-прикладных видах спорта. Она являлась частью системы начальной военной подготовки школьников в Советском Союзе. С уходом пионерских организаций, похожие на Зарницу игры, обычно организуются военно-патриотическими клубами. В Одинцовском районе проведение соревнований взяли на себя представители поискового отряда «Китиш», военно-исторического клуба «Генерал», молодежно-туристического клуба «Краевед» и клуба тактических игр «Слайфокс». Цель игры осталась неизменной – военно-патриотическое воспитание молодежи. Банально человек должен подержать в руках оружие и знать, как его взять, куда его приложить, какие принципы производства выставок, какая динамика полета гранаты, как на местности незнакомой, имея карту или не имея ее вообще двигаться, какие принципы этого движения. Если человек с нуля пришел, ему никто ничего не объяснил, не показал, он вряд ли это сможет сделать. И вот эти ребята, которые участвуют в этих играх, они на голову выше в этом отношении своих сверстников, которые в этом не участвуют. Я был раньше хлюпиком, все, я терялся везде. А теперь мне тут научили ориентироваться, не терять надежду и идти вперед. После того, как судьи зарегистрировали команды, которых набралось 8, и ознакомили юных патриотов с требованием безопасности, подразделения поочередно начали выходить на маршрут. Командам предстояло пройти немало сложных испытаний. На время собрать и разобрать автомат Калашникова, определить по компасу азимут и расстояние до конкретного объекта, поразить движущийся мишень из пневматического пистолета Макарова и стационарные цели из пневматической винтовки, уничтожить гранатами мишени и с помощью азбуки Морзе передать сообщение. Среди участников игры немало девушек. Одна из команд состояла только из них и называлась «Азори здесь тихие». Пистолеты, винтовка, тяжелое снаряжение, стрельба. Может, все-таки не женское это дело, участвовать в таких военных играх? Положительно вообще к девушкам отношусь, а к участницам вдвойне. Девчонки иногда очень высокие результаты показывают, потому что они более внимательные и усидчивые, да, обычно в стрельбе там. Спокойное дыхание, прицелился, бац. А пацан, он бежал, бежал, дергается, сейчас я стрельну, хоп, мимо. То, что ты заблудишься в лесу, от пола не зависит. Скорее всего, для самообороны, неважно, ты там мальчик, девочка. Это нужно. Всем нужны навыки. Лишним точно не будет. Девушки действительно хорошо себя проявили, особенно в стрельбе из пистолета. После того, как все участники военно-спортивной игры завершили дистанцию, арбитры соревнований приступили к подведению итогов. По сумме набранных баллов третье место завоевала команда «Феникс» Одинцовского гуманитарного университета. А серебряными призерами стали ребята из команды «Смерч» лицея номер 10. Верхнюю ступень пьедестала заняла звездочка, представлявшая лицей номер 6. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин